Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем на роде НРП первый сервер. Не забывайте введёте мой ник по регистрации, мой ник Кирилл Путболови. Если вы введёте мой ник и прокачаюсь до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому обязательно введите мой ник при регистрации. Также я хотел бы напомнить, что у меня есть свой инстаграм, там выходят мои фото из жизни, покатушки на мотоцикле и так далее. Поэтому всем советую подписаться, ссылочка на мой инстаграм будет в описании. Ну что ж пацаны, сегодня у нас новая серия и в этой серии я наконец-то куплю машину, которую я очень давно хотел. Я думаю вы понимаете уже по превью, либо вы уже догадались возможно, что это за машина. Мы сейчас направимся в автосалон, я решил её купить именно с автосалона. Решил её с рук не покупать, сейчас онлайн у нас 220. Не факт, что эта машина есть на Анашане и кто-то мне её продаст. Поэтому я решил взять и полететь в автосалон и там уже точно купить эту машину. Ну что ж, вот я прилетел в автосалон и вот дайте какую машину я буду покупать из этих всех. Кто смотрел одни из последних серий, те понимают какую машину я буду покупать. А именно я хочу купить себе вот этот УАЗ Патриот. Он очень такой прикольный, мне он нравится, особенно у него морда такая красивая, видите вот. Реально симпатичная машина. Стоит она 900 тысяч, у меня по-моему есть деньги, если я не ошибаюсь, да. У меня есть 2 миллиона и за эти деньги я планирую купить себе вот этот УАЗик. Давайте садимся и его купим. Просто это будет реально круто. Так, вот модель ХАЗ Патриот, номер SP558, стоимость 900 тысяч. Всё, покупаем. Отлично. Так, всё, я купил себе УАЗик. Так, ключи давайте вставим. Так, окей. Потом, чё у нас? Н. Заводим его. Блин, у него фары такие прикольные, в принципе. Так, давайте попробуем. Он полноприводный или нет? Нет, он заднеприводный. А в жизни Патриот полноприводный. Поэтому, немножко неполадочка, пацаны. Потому что я думал, он будет полноприводный и мы на нём поедем на оффроуд следующей серии. Ну, можно будет поехать, только надо его затюнить будет, мне кажется. И всё. Тогда будет реально круто. Ну, давайте сейчас я, наверное, поеду, припаркую его домой. И потом уже мы его рассмотрим. И, возможно, поедем в тюнинг, на него что-то поставим. Ну, что ж, я уже припарковал машину, получается. И направляюсь в сторону СТО. И сейчас будем тюнинговать наш Патриотик. Я хочу сделать его быстрее, хотя бы. И всё. Хотя бы просто быстрее его сделать. Потому что он едет 175, но он разгоняется очень слабенько. И забыл вам сказать, что жизнь с нуля, пацаны, всё-таки будет на этом сервере, но на другом аккаунте. Поэтому, пацаны, ставьте лайки. Жизнь с нуля уже будет со следующей недели, с понедельника. Поэтому просто поставьте лайк, поставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Я просто видел вашу поддержку, то, что вы хорошо поддержали эту идею насчёт, типа, создать новый аккаунт и развиваться с нуля. Как бы этот аккаунт я забрасывать не буду. Здесь я тоже буду периодически снимать, но хочу попробовать реально жить с нуля. Будем развиваться, проходить квесты там и так далее. Я думаю, это будет круто. И на личном примере я вам покажу, как можно здесь подняться. Всё, пацаны, я приехал в тюнинг. Я даже не знал, что здесь можно, типа, из машины выходить, побегать там и так далее. Типа, вышел, побегал, посмотрел. Я думал, типа, нельзя с машины выходить, сразу выкинуть со ствола. Но нет, здесь можно это делать, типа, и я вот на Патриоте заехал. Сейчас будем делать на него тюнинг, короче. Так, давайте в него сядем для начала. Так, лок пишем и садимся в машину, заезжаем. Давайте я закрою машину, потому что у меня уже был опыт, когда у меня украли машину. Поэтому не будем повторять своих ошибок. Всё, давайте заезжаем. Так, тормоза, двигатель. Давайте двигатель посмотрим. Так, двигатель у нас стоит 220 тысяч. Давайте поставим, я не против. Так, потом. Трансмиссия. Трансмиссия у нас даёт 9 единиц разгона. Усиление максимальной скорости на 9 единиц. Отлично, давайте. Тоже покупаем. Так, подвеска. Подвеска у нас даёт что? Усиление выносливости, больше хп. Ну, это я ставить пока что не буду, потому что нету смысла. Так, резина. Резина у нас получается усиление разгона до статуса максимум. Отлично. Давайте покупаем. Так, снижение веса. Снижение веса у нас даёт 8 единиц скорости. Тоже покупаем. Так, и сцепление у нас что даёт? Сцепление у нас даёт усиление разгона автомобиля V4. Окей, всё. Отлично. Теперь у нас, по сути, полный тюнинг, кроме, получается, подвески. Ну, давайте посмотрим, насколько теперь у него максималка, потому что я потратил на тюнинг 700 тысяч примерно. Это довольно-таки немаленькая сумма, поэтому давайте проверим его разгон. Ну, разгоняется, да, он стал лучше, но надо ещё проверить максималку. Мне реально интересно, насколько он едет максимум. Ехал максимум у меня 175 в стоке. А сейчас он поедет, наверное, ну, 200 должен, я думаю, поехать, потому что мы неплохо так увеличили максимальную скорость и так далее. Поэтому я думаю, он должен поехать 170, точнее 200. Так, 174, 178, 180, 184 было, блин. Я что-то засмотрелся и врезался. Ладно, пацаны, я думаю, мы на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующей серии мы поедем, получим на эту машину номера и поедем протестим её на оффроуде. Всё, пацаны, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok